МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Причина пожара – короткое замыкание. Рано утром 20 декабря в Тольятти загорелся дом номер 137 по улице Мира. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. На место оперативно прибыла пожарная служба. К счастью, обошлось без пострадавших. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный пожароопасный режим электрооборудования. В электрическую сеть были включены электроприборы. В результате короткого замыкания произошло возгорание и дальнейшее распространение огня. Причиной распространения пожара стало позднее обнаружение жителями данного квартирного дома пожара, что, собственно, способствовало уничтожению всего имущества, которое находилось в квартире. Жертвы пострадавших на данном пожаре не зарегистрированы. В среду 20 декабря на Южном шоссе возле 5-й КПП «Автоваза» произошло ДТП. В нескольких метрах от пешеходного перехода водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и въехал в бетонный столб. При ударе машину развернуло лицом к встречному движению. Водителю понадобилась медицинская помощь, его оперативно доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение. В ходе оформления ДТП выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения. Факты незаконных перевозок выявили сотрудники госавтоинспекции во время очередного рида, который прошел 19 декабря. На улице Северной правоохранители останавливали легковые грузовые автомобили, общались с перевозчиками и проверяли путевые листы для выявления нарушений. На территории Ставропольского района систематически проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной перевозки грузов. В ходе проведения мероприятий сотрудники госавтоинспекции проверяют не только техническое состояние транспортных средств, осуществляющих перевозку, но и соответствие груза с управительным документом. Всего сотрудники госавтоинспекции выявили 7 нарушений. Это нарушение предрейсового контроля, выпуск на линию автомобиля, не прошедшего техосмотр, а также отсутствие у водителя обязательного медицинского осмотра. Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции вывели еще одно грубое нарушение. Водитель грузового автомобиля с признаками алкогольного опьянения отказался проходить медицинское освидетельствование. На мужчину составили протокол. Ему грозит штраф и лишение прав на срок до одного года. В декабре этого года пожилая женщина чуть не оказалась жертвой аферистов. Ее спасла сотрудница банка. Пообщавшись с пенсионеркой, она поняла, что та действует под давление мошенников. Действуя в соответствии с алгоритмами, разработанными сотрудниками полиции для работников банка, а также пользуясь знаниями, полученными в результате профилактических бесед, я пыталась отговорить пожилую женщину от совершения необдуманного поступка и передачи денежных средств незнакомым людям. В здании УВД города Тольятти полковник полиции Хирула Ахмедханов вручил сотруднице банка благодарственное письмо. Сегодня в рамках акции «Им благодарна полиция» мы пригласили сотрудницу банка, которая спрофилактировала мошенничество в отношении пожилой женщины на сумму 400 тысяч рублей. Сегодня мы вручили ей ценный подарок, цветы и выразили слово благодарности от лица Феорна гарнизона Тольяттиской полиции, поскольку то, что она сделала, именно это то, к чему мы стрипимся своими всеми силами и средствами «Профилактика преступлений именно в отношении пожилых граждан». В городе стала доброй традицией отмечать наших активных граждан за те поступки, которые помогают нам обеспечить защиту людей, горожан от мошенников и тем самым сохранить их средства. И, понятно, они достойны уважения и преклонения перед ними за их труд.